Давид пошел в школу. Приходит, а у них в классе новый учитель. И этот новый учитель, он очень не любил, когда кто-то шептался. И он предупредил ребят, больше всего на свете не люблю, когда шепчутся, чтобы я вас не слышал. Наказание будет суровое. Ну все слушаются. И вот сидят, и вдруг по классу пошел шепот. Он поднимает голову, а ребята читают. Они заняты были, он дал им задание, они, знаете, так читают. Знаете, так вот есть, такое бывает, да? Но вдруг среди вот этого шепота раздался четкий шепот, как будто кто-то кому-то что-то говорил. Он так смотрит, и в это время Давид повернулся и смотрел на мальчика. И учитель говорит, Давид, ты шептался. Он говорит, нет, я не шептался. Ты шептался, я видел. Наказание, ты остаешься после уроков, я тебе дам дополнительное задание, ты должен обязательно выучить и рассказать. Давид рассердился так сильно. Я не шептался. Нет, ты шептался, я видел. Он так расстроился. Как же так? Он сегодня папе пообещал, что он будет убирать во дворе, и мальчишки должны были прийти помогать ему. Что теперь будет? И за что? Он не шептал. И вот он сидел, возмущался, и потом думает, нет, я неправильно сделал, что я рассердился. Я должен, что я должен сделать? Помолиться. И он так закрыл глаза и говорит, Господи, помоги мне, помоги мне победить себя, чтобы я не сердился. И покажи правду. Я не шептался. И тут раз только в конце урока двери открываются, и заходит директор школы. Зашел, посмотрел. Ну, как дела? Как успехи? Учитель говорит, все нормально, только вот Давид шептался. Директор посмотрел, говорит, Давид, ну от тебя я этого не ожидала. Ты шептался? Он говорит, нет, нет, Василий Иванович, я не шептался. Ты правду говоришь? Он говорит, да, я говорю правду. Он поворачивается к учителю, говорит, а вы видели, что он шептался? Он говорит, я видел, что его голова была повернута к другому мальчику, но я не видел, что именно, ну, не поймал тот момент, когда он шептал. И директор говорит, знаете, я давно знаю этого мальчика, и он никогда не обманывал. Я думаю, что и в этот раз он говорит правду. И поэтому, пожалуйста, не наказывайте его, понаблюдайте еще. Учитель говорит, хорошо, я прощаю тебя, и посмотрим, что будет дальше. И когда он остался один, учитель вышел, все мальчишки его окружили и говорят, Давид, тебе теперь нечего бояться, тебе поверили. Как хорошо, что ты всегда говоришь правду. А если бы ты обманывал, представляешь, как бы ты попался. Получилось бы, что ты папу обманул, мальчишек подвел, здесь наказание получил. И вообще, а Давид слушает их и думает, Господи, я тебе так благодарен, что ты научил меня говорить правду. И благодарю тебя, что ты помог мне победить гнев. Он пришел домой вовремя, переоделся, помог во дворе, с ребятами все сделал. А когда вечером папа открыл Библию и читал, то он рассказал, говорит, Папа, у меня сегодня было очень серьезное испытание. Папа спрашивает, какое? Он говорит, сегодня я был испытан на злость и был испытан на правду. И Бог дал мне силы быть верным. Субтитры сделал DimaTorzok